Всем привет! С вами Грузила и мы продолжаем проходить игру Final Fantasy. Ну что ж, мы находимся в западных землях. Как вы помните, сюда мы попали через пролив, который сделали для нас гномы. Они взорвали часть континента, часть острова. И там образовался пролив, через который мы с вами проплыли и добрались до первого попавшегося города. Что ж, давайте зайдем и будем смотреть, что здесь есть. Город называется Мэлмонт. Что же мы видим? Мы видим такой упадший город, очень много могил. Также в некоторых местах не растет трава. Видимо, у ребят действительно, а у жителей здесь есть какие-то проблемы. Но прежде чем мы начнем с ними разговаривать, мы с вами отдохнем, наберем все сил и уже будем заниматься их проблемами. Итак, наши герои выспались. Смотрите, в гостинице есть паутина. Видимо, город на самом деле в таком упадке, что даже паутина не может никто снять. Разрушенные стены. Ну и вообще видно, что город, конечно, такой падший. Что ж, давайте пообщаемся с жителями. Узнаем, что же у них случилось. На нас напал вампир, уничтожив нашу церковь и превратил город в руины. Разве мы ничего не можем сделать, чтобы остановить разорение земли? Спрашивает нас житель. Ну, мы, конечно, поможем, сделаем все, что в наших силах. И, наверное, победим этого вампира. Восстановите свет кристаллов. Если кристалл земли восстановит свой свет, земля снова оживет. Холмы и долины снова будут зелеными. То есть нам нужно восстановить свет одного из кристаллов, я так понимаю. Хорошо. Остановитесь в магазине моего отца. Хорошо? Хорошо. Если бы только знать, где магазин твоего отца. Так. Восстановите свет кристаллов, говорит нам еще одна милая жительница города Мэлмонт. Так. Ну, пока в магазины мы заходить не будем. Мы сначала поговорим с жителями. Вот какой-то старец, мудрец. Он нам говорит. Вот так. В южной части этого континента живет человек по имени Садда. Он мудрый человек, который много всего знает. Так. Ну, я так понимаю, к этому Садде нам нужно будет с вами сходить. То есть намек понятен. Я простой фермер. Вот и гном. Похожий на тех, с которыми мы видели с вами в прошлой серии. Давайте с ним поговорим. Ну и, конечно же, здесь присутствует акцент. То есть диалект. Гномский диалект. Попробуем перевести то, что он говорит. Так. Говорит, что его зовут Водс. Еще говорит, что он пришел из Дуэргара. Чтобы выяснить причину распада земли. Так. Ну и что-то выяснил? Ну, пока, видимо, ничего. Раз он нам больше ничего не говорит. Давным-давно на севере была процветающая цивилизация. Теперь там одни руины. Ну, пока на север нам рано. Но мы туда тоже обязательно доберемся. И узнаем, куда же делась эта цивилизация. Я слышал, что древние обладали силой поднимать корабль в небо. Что ж, интересно. Это, видимо, разрушенная церковь. Которую разбомбил вампир. Так. Там есть еще мостик на северную часть города. Здесь тоже есть пару жителей. Так. Кто-то вот на кладбище, видимо, пошел. Давайте поговорим. Гигант живет в пещере и ест камни. Так. Он ест не только простые камни. Я слышал, что он особенно любит драгоценные камни. Ему их не хватает. Что ж, возьмем это на заметку. Возможно, нам это пригодится в будущем. Ну, а теперь нам как-то нужно пройти вот к тому парню с кудрями. Видимо, какой-то это важный персонаж. Что он нам скажет? Так. Я великий доктор ум. Знаете ли? Что? Вы никогда не слышали обо мне? Это невероятно. Ну, а почему мы должны о тебе где-то слышать? Раз ты такой великий, почему ж ты не выяснил причину гибели земли? Так. Земля разлагается и все это дело рук вампира, который живет в пещере земли. Ага. То есть за вампиром нам нужно будет идти с вами в пещеру земли. Хорошо. Наш город находится в таком состоянии, потому что он блокирует поток силы земли. восстановите его ради нас. Конечно. Для этого мы и здесь, друг мой. И еще один мудрец стоит, ведь последний житель этого города, с кем мы можем поговорить. Пещера земли к югу от Мелмонда на полуострове под названием Хвост Дьявола. То, что в пещере делает землю плодороднее, теперь, теперь это пустая трата времени. Возможно, в пещере находится какая-то сила, которая управляет стихией земли. и, судя по всему, вампир захотел завладеть этой силой или уже завладел, и поэтому земля у нас находится в таком состоянии. Так, дальше мы должны с вами пройтись по магазинам. Устроим шоппинг. Первонаперво зайдем в магазин оружия. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть посох епископа. Ну, этот предмет уже у нас был, да? Сабля, фальчион. И вот, пожалуй, наше внимание будет застряну на этом мече. Так, меч называется Длинный меч. Стоит он 1200 гилей, что вполне подойдет для нашего воина. Что ж, покупаем. Тут же сможем его одеть. Да, действительно, он увеличивает атаку на один пункт, но снижает точность. Ну, ничего. Для воина это нормально. Так, из оружия в принципе здесь все. Давайте продадим ненужное барахло, которое вносим с собой. Кинжал нам не нужен, сабля нам не нужна. Меч против оборотней нам пригодится, его пока оставим. Молот тоже продаем. Митриловый нож мы продаем. Палаш продаем. Фальчон продаем. Всю броню без исключения продаем. Это просто хлам. Не имеет магических свойств, поэтому нам это не нужно. Ронный клинок, который эффективный против заклинателя пока оставим. Он нам пригодится. Меч против драконов мы тоже оставим. И собственно все. Так, отсортируем, чтобы был порядок. И пойдем зайдем в магазин брони. Посмотрим, что нам могут предложить жители этого города. Так, броня рыцаря. Вот это ничего себе цена. 36 тысяч. Ну, я думаю, что эта броня стоит этих денег, так что мы спокойно покупаем, дабы мы до этого уже поднакачались, подкопили деньжат. И теперь можем себе позволить такой дорогой доспех. Еще у нас будут интересовать два браслета для наших магов, серебряных браслетов. Тоже и покупаем. Все остальное у нас уже либо есть, либо было. Что, сразу одеваем на воина доспех, который прибавляет аж 10 очков к защите. и одеваем на магов серебряные браслеты. Мне пришлось прервать видео, но мы продолжаем. Значит, следующая наша точка назначения в этом городе это магазины магии. Давайте посмотрим, что здесь нам могут предложить магазин белой магии. Магия здесь пятого уровня уже и стоимостью 4000 гиль. Достаточно дорогая магия, но в то же время она полезная. Так, нам понадобится здесь заклинание курага, которое восстанавливает большое количество очков жизни для одного союзника. Хорошо, мы покупаем для белого мага эту магию. Так, следующее лайф, то есть жизнь воскрешает павшего союзника. Магия полезна, крайне полезна, и поэтому ее необходимо купить. То есть мы сразу себя обезопасим от того, чтобы нам не покупать фениксы воскрешалки, которые достаточно дорогие, да, тоже купим. Так, но нам еще понадобится такая магия как Диаго, которая наносит повреждения всем врагам нежити. У нас уже есть такая магия Диа, но это намного сильнее и соответственно больше будет наносить повреждений, да, но пока у нас нет денег. Ну, мы можем только по 3 заклинания каждого уровня для персонажа изучать, поэтому нам придется отказаться вот от такой магии, которая восстанавливает жизни всей партии. но там незначительное количество хп восстанавливает для всех, так что мы думаю ограничимся курагой, да, вот. Значит, хорошо, мы подкопим денежек чуть попозже, давайте сходим посмотрим в магазин черной магии, посмотрим, что здесь есть. Здесь есть такое заклинание как Фирага или Файрага, ну не знаю на каком языке это написано, но факт в том, что это я перевести не смогу, то есть наносит повреждения огнем по всем врагам. У нас такое заклинание уже есть, но это намного сильнее, соответственно. Следующее заклинание Скурш, то есть это моментально убивает всех врагов, тоже очень полезное заклинание, тоже нам его можно купить. Следующее заклинание Телепорт и Слоура. Ну, из этих двух заклинания я бы выбрал Телепорт, но как мы можем видеть, на данный момент нам эта магия недоступна, почему-то, потому что эта магия только может владеть черный волшебник. Как стать черным волшебником мы узнаем чуть позже, и поэтому мы пока ограничимся здесь двумя заклинаниями, вот этими. Но пока у нас денег нет, соответственно, мы вернемся сюда чуть позже. так, все, в этом городе нам больше делать нечего. Давайте выйдем из города и посмотрим, куда мы будем направляться. Так, для начала сохранимся, дабы потом в случае чего нам ничего не пришлось сделать заново. Так, теперь сверимся с картой. Так, посмотрите, вот где мы находимся и западней от нашего местоположения вы можете видеть четыре точки. То есть, как я говорил ранее, желтые точки обозначают пещеры. то есть, в одной пещере нас живет мудрый человек сад, нам нужно будет к нему сходить. В одной из этих пещер также живет гигант, который питается камнями. Это мы все знаем от жителей города Мелмонда, да, и здесь еще есть одна пещера земли, в которой собственно и находится вампир. Вот, судя по словам старца, мудреца, в городе он сказал, что пещера земли находится на полуострове, на этом полуострове, который называется хвост дьявола, на юге, да, то есть, мы можем чисто визуально посмотреть на этот полуостров и видим, что на юге эта часть, где находится пещера земли выглядит в форме хвоста какого-то, да, дьявола, то есть, помним, как у чертиков выглядит хвост. Вот, и поэтому все-таки давайте сначала сходим в западную пещеру, сходим к этому старику, там или кто, или парень, там, сад, его зовут, да, вот, сходим к гиганту, который питается камнями, может, с ним сразимся, в общем, да, сначала посетим западные пещеры, а уже потом пойдем в пещеру земли. Так, хорошо, продвигаемся на запад. Сейчас так, нужно свериться с картой, посмотреть, где мы сейчас находимся. Так, хорошо, мы уже практически подобрались, да, к пещере. Сейчас мы должны ее увидеть. А, да, вот пещера, давайте в нее зайдем. Пещера гиганта называется это место. Значит, здесь мы должны с вами встретить гиганта. здесь у нас тупичок. Ну, а вот и сам гигант. Что ж, так, он у нас не нападает, давайте, может, поговорим с ним. Ты не пройдешь, говорит гигант. Да, больше нам ничего не говорит. Значит, мы можем сделать вывод, что этому гиганту от нас что-то нужно. Если вспомним слова жителей города Мелмонд, нам говорили, что гиганты питаются камнями, но не только простыми, да, но и драгоценностями. То есть, я предполагаю, хорошо, у нас появился новый враг. Этот бой я, пожалуйста, пишу, чтобы вы на него посмотрели. Так, значит, нам известно, что гиганту нравятся очень драгоценные камни. То есть, мы можем сделать вывод о том, что ему нужно будет принести какую-то драгоценность, он, скорее всего, ее съест и, наверное, нас пропустит. Скорее всего, так оно и будет. Но пока местоположение этого драгоценного камня я не знаю. То есть, мы с вами найдем его вместе. А вот, собственно, сама пещера земли. Давайте заглянем. Да-да, пещера земли это аж первый. Значит, но прежде, чем я спускаться в пещеру, я предлагаю что сделать? Предлагаю насобирать нужное количество денег, то есть, у нас 4,5 тысячи, нам нужно 12 тысяч, чтобы купить 3 заклинания. Я предлагаю накопить денег, купить 3 заклинания, а потом уже сюда возвращаться. Накоплю, пожалуй, гилия за кадром и уже вернусь к вам, когда у меня будут все заклинания. Еще один новый враг это соблезубит тигр. И он, конечно же, пополнит наш пестиарий. Не показать что бить битву я вам не мог, потому что мы смотрим всех новых врагов. Достаточно много жизней у тигра, но наши герои великолепно с ними справляются. Итак, я подкопил гилий, купил нужную магию, а именно магия Диаго, как мы помним, которая наносит повреждение всем врагам нежити, да, и также черную магию, фирога и скурш. Тоже обязательно это купите, если пойдете в пещеру земли. Так, помимо всего прочего, наши герои стали 20 уровня, это тоже хороший уровень для игроков на данном этапе игры. Я думаю, что пещеру земли мы с вами должны в принципе одолеть. Ну что, давайте сначала сохранимся. Ну и на этой доброй ноте я бы хотел закончить эту серию. Для пещеры земли мы посвятим отдельную следующую серию. Ну, как вы, наверное, уже заметили по этому летсплею для каждого определенного участка, да, записываю определенную серию. Так, ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Что ж, с вами был Грузило. Всем пока. Пока.